Приветствую всех на моем канале Стрепуха! Сегодня создаем сладкий шедевр десерт тирамису Для десерта тирамису нам понадобится маскарпоне в количестве 250 грамм 4 яйца 1 упаковка печенья савоярди или дамские пальчики 1 чашка холодного крепко заваренного кофе 60 мл рома или бренди полстакана или 80 грамм сахарной пудры и для украшения какао-порошок Я люблю золотой ярлык Начинаем готовить Отделяем белки от желтков Здесь у меня будут белки Я сюда чуть-чуть кладу соли Так, говорят, они лучше взбиваются Взбиваю желтки с сахарной пудрой до бела Начинаю на маленькой скорости Потом потихоньку прибавляю Так, желтки готовы Они белые Это показатель Теперь приступаем к маскарпоне Вот 250 грамм Маскарпоне Необходимо взбить тоже блендером Начинайте на маленькой скорости Потому что он вязкий И может все лететь в разные стороны Я это уже прошла Вот, где-то около 1 минуты Маскарпоне вот так вот мы взбили Теперь аккуратно к маскарпоне Добавляем наши желтки Готовится этот десерт очень просто Он только кажется сложным Готовится быстро, но вот застывает долго После того, как приготовим Его надо будет не менее 3 часов Подержать в холодильнике Можно на ночь Нежными движениями Аккуратно вмешиваем Взбитые желтки с сахарной пудрой К сыру маскарпоне На низкой скорости Смешиваем эти ингредиенты В отдельной посуде Взобьем яичные белки Я достала яичные белки Из холодильника Все это время они у меня были в холодильнике Они любят холод Теперь нам нужно взбить их В крепкую пену До пышных высоких белых пиков Начинаем на маленькой скорости И увеличиваем постепенно Вот такая воздушная смесь у нас получается Вот они стоят Наши пики Вот до такого состояния Теперь, что мы делаем Нам необходимо вот эту массу Выложить к той, которая у нас была Тут действует простое правило По времени 5-1-5 5 минут мы вымешиваем желтки с сахаром 1 минуту маскарпоне смешиваем И 5 минут белки с солью Все Перемешиваем все до однородной массы Сейчас переходим к выкладке печенья Охлажденный кофе Смешиваем с ромом Кофе 150-200 мл В отдельной широкой и невысокой миске Вот ромчик Перемешиваем Здесь есть два варианта выкладки Если вы торопитесь И хотите на стол поставить Вы можете вот в таком вот блюде В одном большом Оно, собственно говоря, подает Мне нравится делать порционно Поэтому я буду выкладывать Вот в такие стаканчики Вот в такие креманки из подмороженного Собственно говоря, мне кажется И эстетически подавать их тоже будет приятнее То есть у каждого будет свое блюдо Пропитываю И выкладываю Если креманки позволяют по ширине выкладывать это печенье То ломать, конечно, не нужно Чем и удобно пользоваться вот такими большими формами Но мне просто нравится подача индивидуальная После того, как первый слой печенья выложен Необходимо положить вот эту вот нашу взбитую массу Аккуратно делаем После того, как разложили Можно сделать в конце, а можно в середине процесса Берете креманку И вот так вот потряхиваете Для того, чтобы смесь распределилась равномерно Постучали И переходим к укладке второго слоя печенья И еще один слой Таким образом, чтобы он полностью покрыл наше печенье савоярди Все практически как в аптеке Вот остается одна ложка столовой Оператору Попробуешь? Ну-ка, скажи Ну и как? Хороший? Ну, его уже... Он такой нежный Вообще, все, тирамисо готов Сейчас его нужно будет оставить в холодильнике или на балконе Ну, минимум на 3 часа Лучше всего на ночь Сейчас надо будет закрыть пленкой обязательно Чтобы не попал никакой мусор сверху Если бы я делала это вот в этой форме Я бы закрыла, естественно, таким образом А поскольку я делаю каждую отдельно То... Раньше я закрывала каждую отдельно Теперь я делаю так вот Хоп! И все Ничего страшного И то, что прилипнет, тоже не должно вас волновать Потому что сверху завтра или через 3 часа Мы будем посыпать это тертым какао-порошком Все Затут Тирамисо готов Напоминаю, что он должен простоять в холодильнике Или в холодном месте От 3 до 12 часов И этим самым он делает удобным В том, что можно приготовить его заранее Все открываю Ой, вот посмотрите, какая нежнятина И теперь Последний акцент Значит, вот я насыпаю какао-порошок В такое ситечко И сверху вот так вот просто вот прохожусь Это классический тирамисо Таким, каким мы его видим, когда нам подают в ресторанах В кофейнях, в закусочных Вот так вот обильно посыпаем А еще мне очень нравится, когда присутствуют свежие ягоды Так, одну секунду Вот немножко У меня есть немножко мяты Украшаю вот И можно украсить смородиной В летний период я украшаю либо голубикой Вот таких вот два варианта Вот такой вот легкий десерт домашнего приготовления Тирамису Тирамису в домашних условиях Пожалуйста, летний вариант, зимний вариант А теперь ставьте лайки Жмите на колокольчик Подписывайтесь на мой канал Всем приятного аппетита! С вами была Фельмира Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»